День Донора и социального развития Дагестана посетила многодетную малоимущую семью, пострадавшую при пожаре жилого дома в Махачкале в сентябре прошлого года. Рывок победы в Дагуспаринском районе завершился первый республиканский фестиваль гиревого спорта. Сегодня Всемирный день Донора. Этот праздник сотрудники Муфтията Дагестана решили провести на станции переливания крови. О том, что движет теми, кто готов безвозмездно помогать другим, расскажут наши корреспонденты. Масочки возьмите. Все потом проходите. С самого утра в республиканской станции переливания крови очередь. Одним из первых сюда пришел Мухаммад Майранов. Все этапы проходят быстро. Первым делом экспресс-анализ. Проверяют состояние донора. Затем осмотр у врача. Вы покушали чай, кофе. Вы пили с утра? Да. Вы спорили с утра? Пожалуйста. Вся эта процедура заместителю Муфтия республики знакома хорошо. Майранов уже давно сдает кровь. Считает это долгом каждого здорового человека. Я сам тоже уже несколько раз принимал участие в этих акциях. Думаю, здесь в первую очередь помощь здоровью другого человека. Это садаха, это милостыня, которую человек может дать. И дает самое ценное, свою кровь. То, что не заменит, да, никакие деньги. И с точки зрения именно духовно-нравственного воспитания тоже, чтобы это было побуждением, чтобы это было причиной увеличения любви, сострадания друг к другу, милосердия друг к другу. Вместе с Мухаммадом Майрановым на станцию переливания пришли еще более 20 его коллег. Доноры из Муфтията также сдают кровь в Хасавюрте, Дербенте и в Буйнакске. По словам врачей, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, потребность в крови есть всегда. Пополнять запасы нужно регулярно. Аварии, катастрофы, сложные операции. Сданная кровь становится ценой чьей-то жизни. Нам очень приятно и нам очень хорошо, когда вот так акциями, группами к нам приходят и организуют донорство. Это есть так называемое планированное донорство. Значит, у нас есть запас всех необходимых компонентов и лишнего мы не заготавливаем. Спасибо тем неравнодушным нашим дагестанцам, которые приходят к нам с давать кровь. С Муфтиятом Дагестана это уже третий год, как я руководитель. Мы каждый год, они организуют у нас акции. Для поддержания запаса ежедневно кровь должны сдавать порядка 100-110 человек. Присоединиться к акции и поделиться своим здоровьем может каждый желающий в возрасте от 18 лет. Чтобы подчеркнуть свое добровольческое участие, сотрудники Муфтията отказались от бонуса выходного дня, который положен каждому донору. Ларианна Шемхалаева, Фаризат Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Семье сотрудника полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей, предоставили новую квартиру. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов передал вдове Магомед Тагира Тагирова документы от новой квартиры в Махачкале. Отмечу, что глава ведомства поднял вопрос социальной поддержки семьи, оставшейся без кормильца. Министр пообещал и в дальнейшем оказывать им поддержку. В Дагестане есть такие люди, которые, зная об этой проблеме, которые есть в МВД, в том числе с обеспечением жильем семей погибших сотрудников, сами инициативно приходят к нам и при этом вдвойне благородство проявляют, даже не хотят, чтобы их обозначали. Приобретена имя квартира, достаточно хорошая, здесь в центре города. Малоимущие дагестанцы будут получать пособия на покупку одежды и лекарств. В течение полугода жители республики смогут ежемесячно получать более 12 тысяч рублей. Эти средства предназначены для приобретения лекарственных препаратов, одежды, а также всего необходимого для обучения детей в школе или в детском саду. По словам министра труда республики Изумруд Мугудиновой, оказание государственной поддержки поможет гражданам преодолеть тяжелую жизненную ситуацию. В селе Новокаякент и Магарамкент открыли новые здания поисково-спасательных служб. В рамках торжественного мероприятия в Новокаякенте пожарные и спасатели показали мастер-класс по ликвидации последствий ДТП и землетрясения. Главы районов отметили значимость этого события, а также выразили благодарность руководству МЧС Дагестана. Еще номер пять у нас в Магарамкенте, в таком же формате мы открываем тоже там нашу спасательную службу. У нас дальше в этом будут открытия еще трех спасательных служб, еще это в северной части, пожарной части открываем в горных районах, то есть идет развитие. В Дербенте выступил академический ассамбль песни и пляски войск национальной гвардии. Концерт посвятили Дню России. В программу вошли композиции военных лет, современные произведения и лучшие танцевальные номера. К слову, большой гастрольный тур ансамбля, проходящий по городам Крыма и Северокавказского федерального округа. Также приурочен в 210-летию образования войск правопорядка и 5-летию войск национальной гвардии. Это большой праздник, он хоть и молодой совсем, но он сейчас становится очень грандиозным, очень мощным и очень важным для наших всех россиян. Это объединяющий праздник, который привлекает буквально каждого россиянина в самых отдаленных уголках. От имени руководства Дербента коллектив поблагодарил за выступление и заместитель главы города Ведади Зейналов. Он вручил артистам памятные подарки. Отмечу, что этот ансамбль за время творческой деятельности дал более 8 тысяч концертов. Это один из крупнейших армейских художественных коллективов страны. Первый профессиональный ансамбль внутренних войск, созданный в 1973 году. И о спорте. В Дагуспаринском районе завершился первый республиканский фестиваль гиревого спорта. В высокогорном селении Микрах на открытом воздухе сильнейшего выявляли около 150 атлетов. Итоги состязания в сюжете Курбана Рагимова. Серьезный настрой и полная боевая готовность. Вес каждой из этих гирь 24 килограмма. Задача атлета поднять снорад над головой как можно больше раз на выполнение дается 6 минут. Таков регламент одной из 12 дисциплин, представленных на этих соревнованиях. Проверить себя в высокогорном Микрах приехали силачи из разных уголков Дагестана. На помост вышли как юноши, так и взрослые. Гиревой спорт издавна считается народным, поэтому в соревнованиях могли принять участие и любители. Конечно, этот фестиваль будет проводиться ежегодно, потому что начало, фундамент заложен именно в Микрахе. Микрах является в истории, останется как село, проведенное первый фестиваль гиревого спорта в Республике Дагестан. Эмоции победы, неудач, сорванные мозоли и все это под палящим солнцем. Фестиваль в живописном Дагуспаринском районе призван повысить популяризацию гиревого спорта, а также отвлечь молодежи от пагубных привычек. Организаторы ставили перед собой целью, это в первую очередь объединение молодежи и выявление физических их возможностей. И также, чтобы подобные мероприятия, они послужили профилактикой экстремизма, асоциальных проявлений, особенно в молодежной и подростковой среде. О подобных мероприятиях, принимая участие, они проявляют себя и физически, и объединяются друг с другом, знакомятся. Вот это у нас проводится первый раз в такой фестиваль в Республике. По итогам турнира самыми сильными признаны гиревики из Сулейманстальского района. Вслед за ними идут атлеты из Дагуспаринского и Дербенского районов. Следующим стартом для победителей станет фестиваль национальных видов спорта. Он пройдет 10 июля в Махачкале. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, Хадижат Гамидова, телеканал ННТ, Дагуспаринский район. Греплер из Махачкалы Магомед Абдулкадиров выиграл международный турнир в Казахстане. Гран-при «Орлан Грипп» проходило накануне в городе Алматы. В спор за титул чемпиона в весе до 91 килограмма вступали 8 спортсменов. Абдулкадиров провел три встречи, завершив все свои схватки досрочно болевыми и удушающими приемами. На этих соревнованиях пятикратный чемпион мира по грэпплингу представлял столичный клуб Universal Fighters. Акцию «Ко дню России» провели также и в Хасавюрте. На территории Дворца спорта имени Гамида Гамидова прошла масштабная утренняя тренировка. Инициатором зарядки выступил советник главы республики Сэгид Пашаумаханов. Мероприятие началось с общей пробежки, а также выполнения различных легкоатлетических упражнений. Далее спортсмены, разделившись на группы, провели отдельные занятия и отработали разные приемы. В рамках этой тренировки чемпионы мира и Европы, а также заслуженные тренеры России, показали мастер-классы молодым воспитанникам спортшкол города. Поделились секретами подготовки к тем или иным соревнованиям. «День России, праздник был, сегодня выходной день. Приняли решение еще раз посмотреть друг на друга, порадоваться, сколько разных тренеров, профессионалов и жителей Хасавюрта. Все патриоты страны, республики и любое время всегда готовы защитить нашу страну, республику. И защитили в 99-м году. Была проблема, опасность была и городу, и республике. Наши спортсмены объединились и защитили. Я рад, что ту дорогу, ту, которую возили мне дорогу к этому спорту, наше будущее поколение, она продолжает и будет продолжать. Мы бы хотели, конечно, побольше таких условий в Дагестане. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!